Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу представить вашему вниманию доклад на тему «Формирование условий для создания практики разговорной речи и письма на уроках английского языка с помощью приемов использования изобразительной наглядности». Доклад подготовила учитель английского языка гимназии номер 40, город Тарас Стамбековна Замбериковна. Для начала хочу остановиться на разновидностях наглядности. Наглядность бывает предметной, звуковой, изобразительной, контекстуальной и наглядность действия. Сегодня хочу остановиться более подробно на изобразительной наглядности, которую я использую на своих уроках. К изобразителю наглядности можно отнести живопись, фотографии, иллюстрации, различные схемы, рисунки, коллажи, плакаты, постеры, видеоматериал, а также компьютерная графика. Условия использования наглядности отличаются простотой подготовки проведения задания, смысловой значимостью задания и учебной оправданностью самого задания. Использование видеоряда может дать нужную фоновую информацию, принести в атмосферу учебу элемент другой реальности, создать проблемную ситуацию для общения, обеспечить развитие языковой догадки, дать содержательно-смысловую основу для общения, а также спровоцировать столкновение мнений и суждений. Способы систематизации изобразительных материалов в кабинете я использую по темам, но также можно использовать по типу изображений, по формату. Тематический принцип создания банка изображений, по моему опыту, делится на папки по определенной теме. В данном случае, если папка еда, фуд, то для начального этапа обучения я использую название продуктов, определение отношения к пище, рассказ о приемах пищи, составление меню и рецептов. То есть вот такие картинки можно применять на начальном уровне. На среднем этапе обучения уже более сложнее задание, изображение у людей в процессе приготовления пищи, в супермаркете. Здесь мы видим глаголы, которые используются под теми кукинг. На старшем же этапе обучения идут еще сложнения задания, понятия здоровой и нездоровой пищи, понятия национальной кухни, национальную культуру, блюда разных стран, поведение за столом, рацион питания, понятия полуфабрикаты, болезни как следствие неправильного питания. Для развития письма и речевых навыков также можно использовать изображения различных отдельных людей разного возраста пола, имеющих различные черты лица, имеющих различные выражения лица, момент съемки, характерные признаки профессии, характерные признаки своего времени и страны, одетых для различных жизненных ситуаций и так далее. То есть на данной картинке мы видим цвета, какие бывают цвета волос. На данной картинке мы видим разновидность цвета глаз и кожи. Что касается работы, здесь у нас есть различные профессии, виды работы full-time, что необходимо для того, чтобы устроиться на работу. Можно также использовать изображения различных сказочных персонажей и животных для младшего звена. К изображениям отдельных предметов мы можем также отнести рисунки мебели, инструментов, посуды, одежды, техники различной. Здесь мы видим кухонные принадлежности, описание квартиры, дома, комнаты. Типичные задания при работе с данной группой – это название предмета или всего понятия, сравнение предметов, группировка разрозненных изображений, аргументация решений, отгадывание предмета при работах в паре, описание предметов, рассказ об истории создания предмета. Здесь мы видим на картинке сравнивание, то есть противоположные значения слов. Изображение отдельных мест, природные ландшафты, сельские виды, городские виды, достопримечательности крупных городов и стран мира. На данной картинке мы видим природные ландшафты. Картинки сельской местности, городской, природы и достопримечательности. Также можно использовать бытовые жанровые сценки с людьми в различных местах и жизненных ситуациях. Формальные и неформальные встречи, исторические сценки, случайные группы людей. На данной картинке мы видим черно-белые рисунки, что представляет широкое поле для фантазии учащихся. То есть здесь можно использовать различные цвета, различные ситуации, диалог. Типичными заданиями могут быть беседы, дискуссии, составление рассказов по картинке, нахождение общего или отличного, развитие и контроль общих филологических знаний. Сложные изображения, перегруженные информационными деталями, можно использовать для детей более старшего звена, где мы можем показать исторические полотна художников, сложные коллажи, фотографии со многими людьми и предметами, рисунки, тереи тематических картинок, последовательно рассказывающих историю какую-либо. Типичными заданиями могут быть на тренировку внимания и памяти, на воображение и логику. Также можно использовать карты, схемы, знаки, символы. То есть для изучения, например, времени можем использовать уже готовые картинки. Абстрактные, неоднозначные изображения, фотографии, представленные фрагментально, фотографии с философской, авторской задумкой. Абстрактные, неоднозначные изображения, показывающие чувства. Приемы работы с различными типами наглядности развивают формирование языковых навыков с использованием наглядности, рецептивных речевых умений и использования изобразительной наглядности. Более детально я сейчас остановлюсь. Симпатизация новых слов и грамматических структур это аудирование созрительной опоры на наглядность. Отработка новых слов и грамматических структур, игры на отгадывание с использованием одной картинки, зрительные диктанты с последующим названием или записыванием увиденного, а также актуализация новых структур на уровне приложения, тренировка памяти, отработка новых слов. Формирование рецептивных речевых умений с использованием наглядности. Мы можем отнести определение лишнего изображения, а также аудирование, чтение задания на выстраивание информации в логической последовательности. Формирование продуктивных речевых умений с использованием изобразительной наглядности. Это монолог рассуждения, письменный текст описания или густный монолог описания с одним письменным аудированием. Диалог-распрос, написание вопросов разного типа. Монолог сравнения в густной или письменной форме. Мозговой штурм, монолог убеждения или рассказ. К рассказу мы можем добавить составление рассказа с опора не на одно, а на несколько сюжетных картинок. Монолог рассуждения, комментирование изображений, высказывание мнений по сюжету, индивидуальная, групповая или парная работы. Формирование социокультурных и гуманитарно-филологических знаний и умений. Мы можем сюда отнести соотнесение портретов, группировка изображений по историческому принципу, группировка изображений по страноведческому принципу, проведение заочных экскурсий, комментирование, составление статей и отчетов. Это уже для более старших классов. Здесь я хочу привести высказывание. Сознание равно подсознание. Познание предполагает мышление и речь, а значит и общение. Язык и средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее. Также существуют неразвернутые ситуации. Это рисунок наметком на какое-то действие, совершаемое неопределенно ограниченным лицом. Рисунки изготавливаются в черно-белом варианте, предоставляя широкое поле для фантазии учащихся. Каждая картинка – основа для большого количества ситуаций и может быть неоднократно использована на протяжении ряда уроков и на разных этапах обучения. Например, данная картинка у нас в черно-белом формате, как я уже говорила, предоставляет широкое поле для фантазии учащихся. То есть мы видим одну картинку, и здесь мы можем дать задание ученикам, которые могут составить уже на основе определенного текста, составить уже совершенно другой рассказ, свой. На данной картинке тоже мы видим черно-белую картинку. Описание здесь у нас идет одной истории. Далее та же самая картинка уже совсем другим сюжетом. Приемы при работе по картинкам, на которых приведены неразвернутые ситуации, это рассказы учителя для развития восприятия речи на слух и создания установки на использование домысла. Вопросы учащихся учителю по картинке для создания нового варианта ситуации, как я уже говорила. Работа учащихся в парах, беседа о любом персонаже, изображенном на картинке, развертывание исходной ситуации, составление диалога, который мог бы произойти между самими персонажами, беседа между учащимися по сюжету, составление рассказа учащимися по цепочке, составление каждому учащемуся своего варианта рассказа по предложенной неразвернутой ситуации, пересказ, прослушиваемый в качестве тренировочного упражнения, аудирование во время речевой зарядки подготовленных дома рассказов учащихся. В заключение хочу сказать, что использование изобразительной наглядности призвано помочь избежать монотонности и способствовать инициативному речестворчеству учащихся, вовлечь в речевую активность даже самых слабых в языковом отношении учащихся, что позволит осуществить индивидуальный подход к ним на большинстве уроков, способствовать развитию общей мыслительной деятельности учащихся и их творческого потенциала. На своей практике я использую words in action – слова с использованием изобразительной наглядности. То есть, например, у меня есть определенные папки с темами, как я уже говорила. В каждой теме есть набор слов, набор картинок, которые разделены... Каждая часть речи разделена по цветам. То есть, существительным у нас красным цветом, глаголы зеленым, прилагательный желтым и, соответственно, наречие голубым цветом. Тут студентам дается задание, чтобы создали, например, историю по карточкам, которые они получили. У меня есть несколько тем, как я уже говорила. Тем и по каждой теме есть картинки с определенными словами. Есть лишь небольшой перечень. Здоровье, еда, путешествия, свободное время, работа, дом, природа и окружающая среда, люди, семья, слова, связанные со школой, наукой, технологией, спортом. На этом все. Спасибо большое вам за внимание. Надеюсь, мой доклад был для вас полезен. Субтитры создавал DimaTorzok